может быть с такой скоростью растут грибы кстати кто-нибудь знает какой скоростью растут грибы я успела вперед червяка какие богатыри у нас богатыри прям целые примерилась режу смотрите их там сколько мамочка родная я уже сбилась со счету доброе утро канал по щучьему веления приветствует вас и самый главный сборщик грибов анютка сегодня мы с вами поедем не на рыбалку отправиться со мной собирать грибы у нас прошли хорошие дожди и я надеюсь что сегодня будет очень плодотворный сбор грибов территориально мы находимся югре ну и что мой первый заход в лес помогайте собирать айда лес влажный птички поют ходим ходим смотрим внимательно здесь я остановилась не очень далеко от города нашего очень много грибников но все-таки я нашла наш подосиновик это грибочки на которой я сегодня настроена на их сбор вот такой вот маленький который прячется у меня под травку и мы его будем срезать я не люблю выкручивать грибы вот я думаю что он чистенький вот этот маленький подосиновик очень бархатная шляпка у него в общем и так с почином друзья смотрим во все глаза влажно в лес сырой у нас вчера еще был дождик сейчас а тут маленечко пробегусь грибники не оставили мне ни единого шанса не мнение не моим грибам поэтому надо двигаться дальше в тайгу не буду терять время но первый грибочек мы с вами сорвали между прочим я нашла еще один вот так вот опять срезаем походу чистенький вот грибы сегодня потому что он еще ведь какой крохотулечка пары они росли спички такие это подосиновики так ну вот по моему боровик и даже два друзья я случайно увидела ура и наверное они будут чистенькими сейчас мы срежем грибы я срезаю выкручивать не люблю вот видите не очень грибок пускай маленький но весь червивый вот придется распрощаться с ним второй такой же ведь еще вот очень жалко очень жалко ну шляпка будет хорошая вот шляпка кстати неплохая ножка съедена шляпка вот в этом будет неплохая вот но на жареху я сегодня точно наберу гриб влажный влажный сейчас мы тут тоже посмотрим вот такой прекрасный лес птички поют ходим наслаждаемся мне кажется вот я уже увидела еще грибок надо быть внимательными тихонечко тихонечко ходим глаза разуем и вот видите какая досада опять он весь червивый ножка вся червивая это узнаете было жарко вот тут вот посмотрю не вижу в очках вот может быть шляпка еще куда куда не шло до шляпка чистая ножка видите о белых вся червивая но настроена сегодня я на сбор конечно красноголовиков это однозначно поеду в такие места где именно будут красноголовики вот белые наступила на белый думаю что это меня такое хрустнуло видите чё иду и ничего не слышу а вот это вот свеженький белый вот это будет неплохой грибочек вот они только-только начинают расти не секрет что грибы любят расти семейкой здесь вот смотрю срезана ну давненько было и вот я тут наткнулась смотрите смотрю чуть-чуть приподнят у нас мог и вот такой боровичок чистенький новая партия чистая на удивление и вот здесь я уже конечно полазала но не на камеру конечно но вот у нас еще парочка вот это вот видите уже успели поесть сбросим обязательно закрываем грибницу я не люблю грибы выкручивать два способа хороши и точнее все способы хороши можно и выкручивать можно срезать кому какой способ нравится посмотрите еще один грибочек он будет чистенький у нас не погрызенный никем вот вечные споры как нужно срезать или выкручивать все-таки мне кажется когда срезаешь более чистый сбор грибов грибница на вот эти качество ножка сейчас песочек смахну грибница глубоко в земле находится поэтому повредить ее невозможно при любых обстоятельствах или при любом способе сбора грибов главное закрывать и грибничку вернуться я и забыла это сделать кстати увлеклась посмотрела в лесу правильно и правильный скажем микроклимат грибной вчера прошел дождь вот видите тут вот он кто-то срезал гриб и вот наш грибочек тут рядышком малюсенький вот значит тут грибница чистой молочной свежести грибочек вот из них потом вылупляются такие замечательные червячки которые не дают нам все жизни очень сильно огорчают нас когда мы срываем его такой хороший боровик он насквозь червивый вот посмотрим на может быть шляпка ничего но если что на сушку потом пойдет так ну ка сейчас тут посмотрим поблизости растут он выросла наверное тут еще где-то должен быть ну наверное нету их срезали в более раннем более ранее грибники днями несколькими днями раньше ну настроена я конечно сегодня на сбор красноголовиков было а тут неожиданно видите тайга радует белыми смотрите я еще вижу вот он собирать следует первые грибы ранее они как правило на перевалах растут это тоже скорее всего червивый да наверное шляпку возьму она более-менее будет на на сушку положу приоделась вот в такую интересную штуку видите полностью противомоскитная сетка поднимается комар поднимается мошка ох сейчас жизни не дадут ни животным ни нам грибникам так поменяла я место дислокации там свою тундру оставила в тундре и выхожу к новому месту сейчас посмотрим что чем нас порадует здесь тайга так тут я набрела на масленка кажется даже очень ничего это от масленок кидаем в наш туисок там тусуется у нас красноголовики маленькие шляпки белых боровиков тут вот один даже мне удалось найти не червивый так тут вот есть вот такой большой масленок но мне кажется он уже неважный да его уже во первых он видите покушали и гриб на самом деле староват ну я предлагаю под тихую прогулку беседу душевную продолжить неспешную охоту вот за грибочками замечательные маслята мне тут же встретились если насобираю неплохо маслят то даже можно сделать закрутку так по моему он весь червивый да видите маленький молочная зрелость а еще все и это тоже такой же очень жаль видите первые грибы они все червивые просто хорошие дожди смотрите-ка я вижу прямо здесь кто видит красноголовик вот он красноголовик я все грибы срезаю вот этот чистый уже видите первая волна красноголовиков позавчера прошла эти уже видите уже хорошие в хорошем качестве полюбовались посмотрели покрутили бархатная шляпка какая красивая ну и отправляем в наш в наше ведерко что-то я слишком маленькое ведерко наверное взяла очень часто потом бывает что приходится раздеваться раздеваться и в мастерку собирать вот ну ладно дай бог чтобы было так сегодня что мне даже пришлось обратно на обратном пути возвращаться и мне не хватило места в пятилитровом ведерке моем ну сейчас посмотрю буду ориентироваться конечно по грибам вот мечтать не вредно да птички еще спят я очень рано выехала 4 утра стараюсь успеть до работы в тайге вообще ни души никого конечно это не значит что за мной никто не наблюдает сейчас маленько проснутся птицы начнут каркать каркуши которые ну вороны они же у нас самые истеричные птицы которые кого видят и в общем на крик вороны ориентируются все остальные животные о приближении там опасности или чужака то есть мы конечно в гостях у тайги надо соблюдать осторожность не просто ищем грибы а также смотрим следы свежие обязательно тут у нас водятся кабанчики волки очень часто встречаются волчьи следы ну медведь куда же без него но тут не сильно далеко и от города и от деревни здесь но медведь это такая штука которая не боится ничего в общем также смотрим наблюдаем и не забываем что мы в гостях здесь мы в гостях так ну что пока я ничего не вижу надо немножко дальше пробежаться ускориться вот следы жизнедеятельности человека трудно же убрать за собой ну это извечная проблема мусора вот люди у нас к сожалению такие сколько не говорит что они мусори ну каждый думает что это сложно за собой убрать бумажки бутылки и прочее так повторюсь очень хороший микроклимат прошлись дожди влажность набрала лес и вот смотрите я набридаю на первые маслята на первые маслята масленок конечно уже не первой свежести но давайте его срежем крайне редко бывает что они не червивые но видать надо было ехать вчера за маслятами надо было ехать вчера уже сегодня они червивые стоят вот уже кто-то тут тоже ходил за маслятками маслята любят вот такой вот ельник я вообще сейчас стараюсь идти добраться до перевалов ну такие как бы косы в лесу ну вот видите вот такие бугорочки это гарантия того что я нападу на ранние боровики то есть на ранние грибы во мху в глубоком лесу они маленько позднее начинаются то есть первое вот на вот таких вот перевалах грибок начинает расти созревать ну и конечно нас радовать вот мне кажется еще один масленок может быть он даже и порадует меня тем что он не червивый да это масленок не червивый замечательный при обработке потом вот чистим вот эту юбочку мы будем снимать и шкурку снимать и он будет желтенький очень красивый грибочек в закатке невероятно красиво смотрится в маринаде точнее вот ну короче подытожить грибы сбор грибов это наверное пожалуй самая приятная часть а вот переработка приготовление тут уже надо подключать друзей подруг супруга ну и конечно запасаться терпением грибы как правило растут семейками не забываем особенно это касается красноголовиков и боровиков нашли один я ставлю ведро и прямо начинаю крутиться вокруг внимательно внимательно смотреть потому что грибочек ранний он еще только-только начинает появляться из-за мха из земли надо прямо в четыре глаза смотреть так друзья если я что-то пропускаю потому что у меня сетка на глазах а без нее никак тут уже комарья комар преследует вот вы пожалуйста мне кричите что Аня ты тут пропустила гриб ничего страшного конечно я еще на обратном пути буду идти и будет видно что-то я собрала не собрала наверное сейчас пока дойдем до нашего места ой до нашего места будем идти гулять вот так у нас выглядит тайга мне кажется наша северная тайга ни на что не похоже красивые сосны белый мох белый мох кстати природный антибиотик если вам довелось заболеть как мне в тайге то я то тайга тебе предоставляет все необходимое для лечения вот тебе пожалуйста брусничный лист можно заваривать брусника когда есть это хорошее патагонное средство клюква природный антибиотик вот пожалуйста белый мох это тоже природный антибиотик в общем все здесь под рукой осина прекрасно понимает помогает при заболевании при расстройстве кишечника ну вот мне кажется тут осиночка молодая вот ну конечно она кору имеет я вам потом покажу такого зеленоватого оттенка о мне кажется масленок масленок срезаем так грибы я все срезаю это тоже извечный спор всех грибников что это лучше или срезать или вот кстати поганка думала масленок вон еще какие-то поганки тут выросли непонятные значит по поводу среза срезать или выкручивать в общем два способа хороши негодный два способа хороши не тот не тот не портит грибницу потому что сама грибница до полуметра под землей располагается поэтому принципиального способа что вы сделали с грибом собственно говоря нету вот хороший масленок вот просто мне кажется сбор вот так вот способом выкручивания он дает грязный сбор грибов оно конечно то и вот когда срезаешь сейчас наши грибочки в песке так как это не внутри леса ты идешь собираешь ну не маховые то есть то есть они вот на вот этих песчаных перевалах вот и поэтому поэтому вот так вот так ну как-то гуляем гуляем все хорошо сейчас вам еще ребята покажу есть у нас такой вид моха или мха вообще чудодейственное средство от кашля он такой зеленый и похож ну такой как бы плоский плоский вид лишайника я вам покажу вдруг кому-то будет полезно завариваешь и вообще про кашель можно забыть я вот тут иногда встречаю заболел в тайге не бойся тайга тебя вылечит меня уже комар кусает за руку паразит так ну где наши грибы влажность хорошая тоже поганки пошли раз поганки пошли значит скоро будут и грибы ждем такую знаете ажиотаж у нас несколько лет не было грибов от слова вообще в том году нетипично у нас сыпануло 7 июня это очень рано для севера кстати видите брусника будет в этом году вот она зреет уже потихонечку так что дай бог будем с брусникой так тут у нас кто-то тут ловчая сеть чья-то обойдем не будем паучку портить трапезу так вот тут нам попался масленок по всей видимости уже его съели потому что он такой староватый вид имеет дня 4 ему отроду вот еще один старенький масленок я даже наклоняться не буду так и вот смотрите семейка красноголовиков ура замечательный грибочек разных оттенков он бывает вот смотрите малюсенький в основном встречается вот с такой вот красной шляпкой махровой я ее бархатной я их называю спичечки правда на спичечки похоже красноголовики на самом деле любят расти семейками если нашли один покрутитесь тут еще будет штуки три как минимум вот мы наверное ребята и пришли отсюда начнется уже настоящий сбор грибов красноголовик это показатель того что о еще что тут сейчас будут грибы вот тут был мы здесь были 4 дня тому назад вот большой грибочек срезали червивый абсолютно все червивые грибы вот тут ножка чуть-чуть червивая вот а то а шляпка будет хороша странное дело прошла сюда ничего не нашла иду обратно вся расстроенная и уже третий гриб представляете вон они как спрятались я начинаю думать что скорее всего мне удобнее собирать чтобы это было когда солнце мне спину светит эти червивые ножка одна одна шляпка будет хорошая красноголовика ну ничего страшного чуть не раз засыпала свое ведро смотрите какая красотища там у нас это мы все с вами собрали так где тут наша сигнализация леса что она тут не это не чирикает раскричалась каркуш она меня невозможно ругается приругает слышите это сигнализация леса звоночек ну потому что я иду она уже маленько отлетела и ругается ай-яй-яй сняла сетку защитную противомоскитную ничего не вижу иду и ничего не вижу оно конечно удобно тебя хоть за лицо не кусается только за руки даже ребята аэрозоли не спасают настолько у нас уже адаптированы все вся эта мошка вот этим ядам очень хорошо между прочим запаривать ванильку и гвоздику поленилась сделать мышь как всегда легче всего купить там за 90 рублей какой-нибудь рифтомид вот набрызгаться ходить вонять ну и очень сильно надеяться что это отпугнет кровососущих насекомых а нет они уже тоже ко всему привыкли так что-то тут смотрите-ка я вижу что это за холмики такие интересно тут кто живет в этих холмиках вон второй третий может мурашки какие-то земляные вон он да наверное муравишки земляные так тут вот срезали боровики несколько дней назад но не вижу чтобы новые наросли а это вообще может листик так ну продолжаем сейчас выйду на нашу дорогу в лесу конечно обязательно грибы грибами азарт азартом не забываем куда мы идем потому что вам потом обратно возвращаться вот я еще грибочек нашла не знаю вот это может вереск не вереск тоже трава для спокойствия есть а я еще знаете что забыла про богульник тоже очень хорошая трава от кашля вот так что это на тему того чем мы можем спасаться в тайге от всех напастей в природе все есть не обязательно обращаться к фармацевтам все доступно о только что присела тут вот срезала и не заметила двоих вот два красноголовика все прогнозы такие как и есть что мы собираем я была настроена сегодня на красноголовик он так есть очиркали потом уже дома дочищу вот тут еще увидела случайно еще третьего сейчас посмотрю внимательно глаза разую кто у нас тут еще кого я еще пропустила видите там срез большого красноголовика и вот они сейчас маленькие здесь растут кто вот тут вот у нас ну вот шиповник у нас кстати частенько встречается какой покрупнее мы тоже собираем завариваем и потом пьем конечно пока когда не поленишься тогда тогда у тебя все есть вот надо еще успеть веников накрутить с того года осталось немножко висят ваньку топим часто в общем друзья наверное пора выходить на основную дорогу я люблю оставить ведро покрутиться вокруг него если ничего нету возвращаюсь это тоже помогает мне держать направление особенно когда грибов много глаза разбегаются и очень легко потерять направление то есть так по крайней мере вот ведро я должна двигаться туда это к теме как тебе не потеряться держим направление ориентируемся по солнцу и здесь у меня дорога ну как бы она соединяет наши деревни ой по-моему боровик смотрите-ка да два два боровика два белых смотрите смотрите опа парные какие вот это да срезаем срезаем блин маленький порченый съеденный тут наверное шляпка будет неплохая а вот этот хороший так но тоже вот видите частично неудобно резать только шляпки так забираю пока шляпки вот вылез еще один вот это должен быть чистенький чистенький весь правда песочный не люблю такие грибы потому что как потом не мой оно все оно все потом на губах на зубах точнее ну ладно сейчас мы вот так обтрусим маленько обчистим вот так что боровики я думаю вот тут вот еще боровичок ага а это вот смотрите гриб достал или заяц или еще кто-то вот смотрите вот тут вот отковыряло еще один скорее всего что заяц потому что вон видите какашки этот мы забрали но он уже тоже такой червивенький вот маленькие видите какие червивые что по поводу вот таких вот грибов надкусанных их собирать не стоит потому что там заяц или еще кто-либо погрыз это ничего страшного этот гриб съедобный берет тот гриб который ест червяк но все вот эти грызуны они переносчики инфекций и поэтому такие грибы я вообще не собираю он конечно хороший самый лучший из всех что я вот тут вот нашла вот тут вот еще один должен быть я так подозреваю да но он уже видите тоже сгнил вот под этим но в общем ребят лучше не рисковать не собирать надкусанные грызунами грибы потому что видите что они только только вылазят из песка вот такая вот припухлость и там сидит грибок и причем вот великолепный новый урожай я думаю вот здесь вот нет тут этого не было прямо он так едва едва приподнимает слой этого слой как этого сейчас закрываю после себя опилок этих или сосновых иголок вот давайте тут посмотрим значит на вот таких перекрестках очень тоже любят селиться ранее боровики потом остальные уже можно выходить в лес искать во мху там они уже боровые хорошие а это вот такие вдоль вдоль дорог так ну пока больше не вижу по поводу съедобных несъедобных я еще в конце сюжета я обязательно скажу как ориентироваться определять какой гриб съедобный несъедобный вот интересно что вот это за белое такое это явно какой-то дождевик вот ну я не знаю что это за гриб поэтому тот гриб который не знаю я не беру а тут я ребята вижу еще один боровик вот он вот какой красавчик видите приподнимает листву на толстой ножке и блин какая досада вся ножка у нас червивая вся ножка червивая хотя нет не червивая это мне кажется надо очки снимать двоится ну что замечательный боровик полюбовались надо еще здесь внимательно посмотреть и сейчас я в корзинку тут вот засыплю засыпала все грибничку вот такое замечательное грибное место неожиданно прямо нашлось зайка не зря здесь бегал лакомился и мы сразу прибавили в своем в своем ведерке довольно далеко ушла от своего ведра смотрите какой боровик надо же длинная нога вот тут он спрятался под мхом под веточкой тут Аня его нашла срезаем ну что друзья он весь червивый он мягкий трухлявый вот вот такая тебе досада у нас на севере у нас все очень быстро происходит быстро все выросло быстро все поспело быстро все поели быстро все заготовили и залегли в спячку и люди и животные тут вот смотрите чья-то метка не знаю куда но это просто так наверное шли пиво пили и нацепили на на ветку ой возвращаемся к своему ведерку сейчас не спеша посмотрим может быть я тут что-то пропустила вот тут вот два грибочка нашла но надо возвращаться на центральную дорогу свою где у меня машина чтобы не потеряться кстати вон видите красноголовик да не кричи ты не кричи сигнализация сработала какой там большой вот это да смотрите тоже лакомился скорее всего зайчик вот он уже старый брать конечно не будем о видите вон там вон видно вам сейчас мы к нему подойдем а здесь я увидела вот он грибочек красавчик не знаю сейчас в подол буду собирать очень так сфокусирую низко беру и срезаю ножка чистая замечательная так это в подол и побежали скорее вон к тому грибочку видите его вон он идем я его случайно увидела вот тут вот надо походить мох такой наверное хороший вот подальше от перевала прям хорошо нож вошел молочный гриб исключительная спелость этот наверное я здесь оставлю кучку пойду ка еще посмотрю вот еще разновидность подосиновика у нас его называют подберезовик или бабка вот он имеет немножко другую ножку вот такой ой вот вот эти жучки наверное у нас откладывают яички в грибах и поэтому они становятся вот такие червивые ну в общем вот такая вот бабка не знаю разновидность подосиновика или подберезовик вот это ну в общем крайне редко он бывает хорошим гриб тоже вкусный если нарвешься на молодой но а я уже приближаюсь к завершению пятилитрового ведерка собралась выходить на дорогу свою смотрите какой красноголовик он уже наверное давнишний он такой прям дед бородят мы видим что у него нету насыщенной нет насыщенной головки такой красно-бордовой уже видите вот такой вот светло-оранжевый оттенок понятное дело его уже поели вот так что вот такие вот красноголовики бывают а там смотрите я говорила есть альбиносы красноголовики вот я как раз такой сегодня нашла вот вот такой у нас альбиносик беленькая шляпочка можно конечно думать что это а бабки а бабок или подберезовик но это красноголовик белый но я думаю знаете они растут в основном в таких вот низинных местах тут уже была тинка вот и я думаю что не хватает пигмента у них такого для насыщения темно-бордового оттенка темно да и вот вот такой вот у нас грибочек сейчас его порежу ножка у него червивая а вот шляпка может быть ничего ну надо возвращаться к своей машинке почти ведро грибов надеюсь пока я туда дойду до машины у меня будет полное пятилитровое ведро тут на камеру отрежу нет видите он полностью альбиносик у нас сейчас вот эту вот часть вырежу уже конечно не на камеру и может быть шляпка сгодится бодреньким шагом спешу к своей машине ой друзья это просто невероятно столько эмоций столько всего грибочек молоденький если позавчера был на самом деле червивый то на сегодняшний день все мои красноголовики просто имеют изумительный не только внешний вид но и внутренние качества я успела вперед червяка подытожить сегодняшнюю тихую охоту со мной пошли Аня ну то есть я самый главный грибник пошел ножик пошло пятилитровое ведерко которое наполнилось вот такими вот замечательными грибами вот смотрите вот такими замечательными грибами и тут я такая счастливая присчастливая вот я думаю что я ой видите прямо и комары одолевают просто вообще одолевают у меня остается еще 40 минут до работы с дорогой так что я думаю что мы еще наверное продолжим с вами сбор аромат тайги воздуха просто невероятный это такой позитив самое сложное это заставить себя выйти выползти с кровати ой я я просто заряжена энергией бодростью позитивом заряжена бодростью энергией позитивом наверное знаете нервная система тоже маленько встряхнулась я что-то ищу что-то искала была цель были задачи в общем друзья не ленитесь встаем пораньше собираем быстренько кидаем в ведро хорошее настроение и бегом на заветные места в тайгу в грибы друзья не знаю как описать этот феномен но облазило все вот здесь вот понимаете но не было ни одного гриба возвращаюсь обратно вот уже знаете наверное шестой боровик вот как его можно было не заметить не знаю я думаю пока я сейчас вернусь к машине по своим старым местам я дособираю пятилитровое ведерко может быть с такой скоростью растут грибы кстати кто-нибудь знает с какой скоростью растут грибы может они в течение часа уже вырастают но у меня просто нету других объяснений все хотела вам показать как муравьи вытаптывают тропы целые вот муравейник ну понятно что он уже давнишний вот одна тропа натоптанная вторая муравьиная тропа прям вот вообще хорошо да видно так и у нас получается в третью сторону вот она выходит муравьишки по трем направлениям бегают это же сколько надо топтать представляете сколько рейсов вот такие трудяшки лесные их дороги неспешный путь к машине смотрите что я нашла такого я еще не видела ну никогда одна купинка вот вторые тут же растут и вон еще маленькие и вон еще вон видно за елочкой вот это да вот это урожай это точно у меня сейчас будет ведро давайте полюбуемся на красавчиков вон они даже вот маленькие вон они вот они ух ты вот это мне повезло вот это я нашла ой смотрите и вот еще один сейчас покружусь покружусь может быть еще штучно найду вот вот это да бархатные шляпки ножка какая толстая смотрите какая толстая ножка это богатырь подосиновик богатырь в лучшем исполнении давайте срезать возле осинки смотрите вот эти вот эту чудо семейку посчитаем сколько нам грибочков будет один срезала второй третий так третий тут вот четвертый пятый шестой наверное видите ой там вон еще седьмой маленький восьмой так тут вот какие богатыри у нас богатыри прям целые о боже какая красота прямо жалко резать так примерилась режу смотрите их там сколько мамочка родная я уже сбилась со счету и чистенькие редчайший случай дальше режем смотрите вот это вот это удача я никогда сколько грибов собираю у меня ни разу столько грибов не было в одном месте так тоже сюда вот эти вот там еще смотрите маленькие еще шляпки тут подбираю и маленько поглубже срезаю так вот еще маленький красавчик ой ой тут их два так я здесь пока резала примерялась где-то тут у меня еще один прям под ногами едва едва заметный так вот этот вот со шляпкой видите у него такая ну ведь его уже наросе шляпка не такая красивая так червивый так это сейчас ведерко мы сложим а вот вот он маленький потом все вместе с вами положим и вон еще один вот это я иду к машине не знаю за сколько они выросли но туда я шла я их не видела вот ой какая красота боже мой вот это счастье рыбака ой грибника что я говорю как же тут в азарте не не срезать быстро прям с каким-то таким жадным чувством потому что это просто просто невероятно вот сейчас закроем эту грибничку я ее запомню вот и на следующий год я обязательно приду ну что пятилитровое ведро почти уже наверное будет скоро с горкой иду я уже думаю как бы тут и машину видать и грибов нету надо же вот три штучки раз собираем их великолепные наши грибочки ой как красиво ну вот чистенькие суперские и вот смотрите что у нас по ведерку вот решила все-таки взять вот этот большой вроде как он неплохой посмотрю потом гляну может только ножка останется ну так вишенка на торте вишенка на моем ведерке и так закончилась моя часовая прогулка с тихой охотой по нашей тайге я насобирала целых пять литров вот таких вот замечательных грибов грибы красноголовики немножечко белых у меня и даже вот маслятки попадались я обещала вам рассказать как я отличаю съедобный гриб от несъедобного потому что есть условно съедобные грибы есть вообще несъедобные ну а есть как красноголовики это ну или там к примеру гарантированные грибы которые можно есть без всяких опасений то есть если вы попробуете ножка гриба съедобного она всегда сладкая а есть к примеру ложные лисички ложные опята ложные боровики вот эти вот грибы они очень сильно горчат то есть если сомневаетесь можно сразу попробовать то есть если гриб горчит это считайте негодный гриб в пищу и второй способ если допустим насобирали насобирали перебираем естественно каждый гриб мы не будем пробовать и во время варки я всегда добавляю луковицу если к примеру в кастрюльке луковица синеет я эту кастрюлю всю выбрасываю значит где-то я просмотрела и положила ядовитый гриб вот поэтому друзья собирайте только те грибы которые вы знаете что они съедобные потому что не следует забывать ну я не знаю поговорку или что это такое все все грибы съедобные только одни бывают на один раз в общем хороших вам тихих охот продуктивных заготавливайте отдыхайте собирайте и до новых встреч пока-пока пока